Сегодня в условиях санкции и роста цен многие жители ищут альтернативные способы заработать. В районе основным источником дохода является сельское хозяйство. Семья Гашевых и Золу Охот заактивно развивает семейное животноводство. На своем подворье организовали целую ферму. Вот в центре занятости стояла на учете. И мне вот как это... Я выучилась там курсы предпринимателей прошла, и мне вот корочку выдали, и мне вот как бы пособили, я не знаю, ну вот эти 58 тысяч вот это я получила, и вот за счет этого я молодую телочку купила и доильный аппарат, потому что у меня него не было. Ну вот, не знаю, развиваемся своими силами. А раньше у нас и коровы были, и вот бычки им вот как-то старались ставить все, потому что в сельском хозяйстве, вот как в селе вот не выживешь без этого. Эта ферма в районе совсем небольшая, однако кормит всю семью, но главное – помогает зарабатывать. Розуан Махмудович и Роза Сафарбиевна животноводством стали заниматься более 10 лет назад. Сейчас хозяйство выросло, управляться с коровами помогают и дети. В сарае мы вот как это построили дом, перешли вот в это место, и у меня муж все время вот хотел, вот сельское хозяйство, он даже в город не хотел. Сарай, говорит, самое главное, даже дом они это построили, и, говорит, в ауле надо вот этим заниматься, говорит, у нас и дети, вот студенты как раз подошли вот учиться им, и надо было как-то вот выкручиваться, выживать, поэтому нам пришлось вот своими силами. Да, с мужем только, вот дети вот когда приезжают, вот у меня сын в Лобинске учится на субботу-воскресенье, все делает, помогает, корма завозим, заносим, вот так, все время вот крутимся-вертимся, никаких выходных, никаких этих нет у нас. В Читагашевых работает день и ночь, не вокладая рук. Два раза в день обязательная дойка, в основном пользуется аппаратом, но по необходимости и без машины. Роза Сафарбиевна сама перерабатывает продукцию и сдает, да и на домашнем столе всегда все свежее, качественное и без добавок. Головную сейчас у нас 6-7 дойных, вот, два молодняка, вот, отелится еще в марте месяце, и молоденькую еще хотим пустить, чтобы у нас 9 мест, чтобы ровно вот стали. Кормим вот, еще вот, отруби, жмых, вот, все покупаем, у нас вот земли своей нет, вот, чтобы это, это, производить вот корма, вот, приходится нам все покупать, вот, нам вот привезли уже корм надо выгружать, у нас вот еще нету вот хранилища для корма, надо, чтобы побольше построить надо, вот, чтобы не руками заносить, я вот машину загнал, выгрузил, вот так надо. Вот сейчас я телят пою, вот, я и руками сейчас сдаю, чтобы это, ну, да, раздоить коров вот надо, ну, когда как, вот, не поймешь, когда телят кормишь, не поймешь, когда вот, половину, что когда, а так вот, 15 литров, 9-10, по-разному когда вот, чем кормишь, вот, если кормишь жирнее, вот, лучше, вот, они больше молока дают. Молоко пока не сдаю, потому что цены очень низкие, приходится вот самому сыр делать, у меня свои клиенты, сыр копченый по заказу делают, у меня и в Сибирь везут, и вот заказывают, с вольного много лет уже заказывают, я им делаю. Помимо коров, у Гашевых есть и овцы, гуси, утки. Конечно, животные, признаются фермеры, это не только доходы, но и недюжинный труд. И, ну, барашки у нас тоже есть, хочется тоже вот таких крупненьких, вот, породистых завести. Ну, и занимаемся тоже птицеводством у нас, индюки, ути, гуси, вот, и, ну, хотим тоже вот гусеводством, у меня муж любитель гусей, хотим гусеводством заняться. Вот, речка рядом у нас, вот, места хорошие. Чтобы организовать свое хозяйство, сами строили помещения. Хозяева и не думают останавливаться, свое семейное хозяйство они планируют расширить. Знаете, вот, слышим все время по телевизору, что поддержка вот фермеров, сельского хозяйства, там, ну, людей, которые занимаются вот этим. И, конечно, хочется вот, конечно, хочется вот коров более таких вот продуктивных это поставить, чтобы бычки быстро наращивали мясо, вот тоже это племен и хочется поставить. Кто не ленится, голодным не останется. Животные требуют за собой немалого ухода, а в ответ вознаграждают хорошими надоями и потомством. Мы находимся сейчас, значит, в Ходинском сельском поселении, вот, здесь, в подворье Гашева Руслана и его супруги. Вот, посмотрели содержание КРС, очень приятно было посмотреть, в общем, все чисто, приглядно. Вот, бычки, значит, откормлены, коровки стоят, вот, со слов хозяевов, значит, эта работа им приносит только удовольствие. Вот, хотелось бы отметить, Ходинское сельское поселение, здесь не только, значит, ну, КРСом занимаются, в основном, здесь, значит, в ауле, значит, более 4 тысяч овец, вот, птицеводство. Многие занимаются, значит, птицеводством, животноводством, вот, КРС на откорме, много бычков выращивают. Вот, я хотел бы остановиться на Ходинском, чем, вот, у них на сегодня 2774 головы КРС, из них около 700 голов, коров только всего, по всему аулу. Поэтому личные подсомные хозяйства на сегодняшний день играют огромную роль во всех подворьях, не только в Ходинском, так же и в Личипсинском, так же и в Егерухае. Во всех наших этих поселениях люди работают, вот, с душой, с сердцем, сказал бы, вот, где мы не бываем, везде, значит, видно хозяйская рука человека, вот, пожалуй, начиная, значит, кормопроизводство, сами приготавливают корма, вот, меля, значит, тут же закладывают, вот, всем, всему поголовью, который находится над корами или вдойным. Вот, поэтому хотел бы пожелать, вот, сегодня Ходинскому поселению больших успехов в личных подсобных хозяйствах. Очень приятно побывать в таких личных подсобных хозяйствах.